Итак, всем привет, с вами Допгай, мы продолжаем играть в Кайзершизу за интересного персонажа Геббельса. И мы наконец-таки переходим к тому, чтобы Германия вас спряла. Пойдем мы сейчас по разным планам. Что ж, поехали, а вы, если в группе не подписаны, обязательно подписывайтесь. Продолжаем. И мы почти закончили решение по почве и крови, кстати говоря, что достаточно приятно. У нас почти все здесь готово уже сейчас будет, останется только железной дороги доделать, но тут по мелочи. У нас из этих модификаторов просто какое-то космическое количество, политка по 3,3 в день. Хорошо, наверное, по 4, блин, может, будет. В общем, в космос реально летим. И продолжаем здесь строить домики. Кстати говоря, тут вот написано только инфраструктуру, но это дает, я вот надеялся, может, РЖД, но нет, это дает реально только инфраструктуру. Что очень странно, потому что здесь, допустим, вот 4 инфраструктуры за 50 политки, а здесь примерно, ладно, тут как бы побольше, как будто. Ну, вот такое. Не хватает ЖД, реально, почему нам не дают ЖД, это хороший вопрос. Ведь мы можем почему-то одновременно построить две линии, но допустим. Оба нас, смотрите-ка, Грант, это реконструкция парков и мест отдыха. Ребята, смотрите, что это такое. Прекрасно, прекрасная организация. И мы задаем Стальпакт, собственный Альянс, поехали в Терь, в Красный Империализм. Тут, конечно же, я думаю, добиваем вот эти вот уже решения. Сверя заставили, по-моему, да, османов капитулировать. Османы, видимо, начали воевать с Антантой. Это достало побольше, я вам скажу. Ну, допустим, нас это не сильно, так сказать, колышет. А еще тут начало войну. Ну, смотрите, тут остался Кийское Междуморье. И... Блин, Украина не в Кийском Междуморье, забавно. Короче, это, видимо, страны бывшего Рейхспакта. Ястор решил на них напасть. Ну что ж, пускай нападает, но скоро мы, так сказать, с ними разберемся, такие вещи. Прекрасный империализм готов. Получаем мы опять тонну всего. Еще и политку сверху, и исследования сверху. Тут еще был на забмен. Временоправдание, господи. Короче, жестко-жестко. Ну, давайте в план Германии. Немецкие земли и решение для плана Германии, то есть о захвате соседних земель. И оно готово. Теперь давайте-ка сразу в Остланд. И вот он, атаковать Швейцарию, Австрию. У нас появились уже все эти кнопочки. Но Австрия уже тут закончила, так сказать, своими вдвоеваниями. Поэтому нужно немножко, наверное, модифицировать наш план. Я думаю, пора мы билидовать побольше людей, потому что, ну... Запасов нету, на всякий случай, пускай люди будут. Ну что, я думаю, давайте-ка атаковать Австрию через 30 дней. Сразу будет атака. Потом пойдем, наверное, в Швейцарск. Северо-десять не только Австрии, но, видимо, это на разные теги, если вдруг там... Итак, бесплатные радиоприемники. Или по значительно сниженным ценам. Да, веселье для всей немецкой семьи. Точно не для того, чтобы все могли слышать нашу пропаганду. И у нас маловато штурмовиков, но есть хотя бы уже истребители в неплохом количестве. Так что ими мы и заполняем воздух. По штурмовика мы только начали делать. Блин, тут забавно, я нажал стрелочку, галочку, точнее, чтобы они улучшались. Но они улучшаются не в улучшенные, а в базовые. Но улучшенной галочки не было. Придется заново делать свой танк, но как получится у нас опыт. У нас также же с признами решена проблема, поэтому можем сократить их производство. В артиллерии еще есть некоторые вопросики. Танки, батаризация, очевидно, это у нас из-за того, что мы танки собираемся делать пока что. Что только они у нас вот здесь вот находятся. И, скорее всего, моторок нам нужно будет поменьше, потому что я начну делать механ. И война объявлена. Давайте-ка сразу сюда тоже опять войну. И что у нас по дивизиям? Дивизия у нас солидная. Пробиваемся мы вроде как без особых проблем через всю Австрию. Здесь пока все, в принципе, начали на расслабоне. Мне там не обязательно нападать, если вдруг Австрия призовет. У меня там есть войска, и они будут наступать. Но иначе кофиг. Только тут еще и фронт взял и по приколу решил сломаться. Но, наверное, все так же все будет окей. Только агрессивность, наверное, поставим на вторую. А тут на третью, наверное, слишком агрессивно для нас. Тут миллион генералов, блин, получают ранения. Что отвратительно. Я думаю, вот это шанс получить ранения в бою, блин. Но это же не должно распространяться на генералов. Это мне просто... Просто не везет у них. Они все. Кто заболел, кто ранен. Отвратительно. Ладно, на всякий случай я все-таки, наверное, сменю нашего фельдмаршала. Потому что вдруг этот перк работает. Хотя вообще не должен, наверное. И 30% это не так уж и много. А он теоретит дает 50. Не, ну, наверное, это не должно влиять. Наверное, это какая-то смешная неудача. Ну, конечно, все говоря, Австрию мы в воздухе побеждаем. Причем абсолютно здесь только где у нас не хватает немножко концентрации с самолетов. Не хватает еще превосходства в воздухе. Но мы можем просто прикинуть сюда побольше. И вроде как, да, все окей. Ну и по факту здесь сейчас подфармим неплохо так опыта. Каким-то образом Австрия смогли нас в Туза обойти. Как это вопрос хороший, ответа не будет. Но мы вроде как, я думаю, сейчас, да, всем этим справимся. И пока у нас есть достаточно фокусов на, так сказать, хваты. Дальше нам фокусом идти не сильно нужно. Тут как бы остальное все это решение на войны и все такое. Почти что. Я думаю, есть смысл пойти по армии. Тут получить себе бафчик на Доктрину. Получились вот эти бафы на армию. И дух, наверное, нам не сильно нужен. Но допустим. А, вот эта провка, наверное, как-то не посчиталась. Либо там были дивизии. Походу, что-то как-то сломалось. В любом случае уже все отлично. Ну и постепенно мы доперемалываем австрийскую армию. Несем, кстати говоря, огромные потери на самом деле. Это потому что мы вот здесь вот, да, вот здесь вот очень плохо атакуем. Поэтому надо бы, наверное, побыстрее это все закончить. Надо капнуть Австрию и Иллирию. Австрия почти готова. Давайте ускорим наш, так сказать, поход. А Иллирии, ну, займемся сразу после Австрии, очевидно. В этом капает Польша даже, но не Австрия. Все еще Австрия кое-как держится. У нас все еще не хватает Доктрин, на самом деле, объясненно говоря. А что еще слабоват у нас по Доктринам. Но мы этим занимаемся. Ну и немножко не хватает Астрии. Ну, объективно говоря, реально немножко. В среднем наши дивизии очень заполнены оружием. Добиваем Австрию в Италию. Она тут немножко в другую сторону, так сказать, начала идти. Но это нормально. Единственное ненормальное то, что она из-за этого вернулась сейчас в своих провинциях. Но сейчас под третьей агрессивности, я думаю, они должны все отбить обратно, наши дивизии. Да, только ее надо поставить. Конечно же, здесь мы добили ФИУ, кстати говоря, получили. Я думаю, с этого дону ресурсов, скорее всего, ФИУ и тут была республика. То есть республика успела по фокусам на спаунесть. Там побольше всяких классных ресурсов, в том числе нефть. Здесь у нас снабжение по морю отключаем, конечно. И продолжаем качать себе армию, потому что у нас армия пока, ну, не слишком блестает, обыденно говоря. Конечно, опять-таки, мы просто автопланом высокой агрессивностью пушим. Но хотелось бы все равно побольше. Но у нас еще реактивного снаряжения не хватает. Так что нам еще есть куда идти. И, конечно, у нас еще не хватало двух самых важных, как я бы сказал, наверное, на Е грейдов в этой доктрине. Которые забустят у нас и обычную артиллерию, и ПВО, и реактивную артиллерию потом. И вот Литва капнула, господи. А, ну Австрия капнула. Все. Осталось только там Иллирию, и все станет нормально. Разработка Фольк... Цемпфенгер, господи. Почти что как Фолькгенхаймера, так называемый. Ну ладно. Радиосигналы, кабельная передача, в общем-то, телевизор. Вероятный прогресс, согласен. Иллирия капнула, но это все еще не кап. Почему? Потому что Украина стала великой державой. Придется нам заняться по-нормальному. Я бы сказал, восточным фронтом. К другому, наверное, никак. Делаем. Давайте, на всякий случай, все приказы сломаем. Переделаем заново. То есть, вот это все в основном пойдет сюда. Там еще есть... Здесь немножко странно, но это... Разберутся. Вот это прекрасная армия. Давайте-ка пойдет добивать вот здесь все. Ну и небольшую часть мы, конечно же, оставим вот сюда, я думаю. Кстати говоря, как там вообще дела у России? И Россия почти закончила свою гражданку, но с Трансамуром, походу, к этому далеко до конца. И смотрите, у нас есть финальный баф. Максимальный фактор планирования плюс 20, скорость планирования плюс. Ну, не так плохо, я вам скажу. В целом, не так плохо. Вот и Сербия капнула. Думаю, за ней тут скоро капнет и все остальное. Но, по факту, нам нужен кап Украины. А дальше не сильно все интересно. Тут выездят сюда свои дивизии, чтобы они как-то получше стали. Я не знаю, мне не нравится, когда они в таком микрокотле находятся. А вот и Беларусь капнула. Осталось лишь до Украины тут дойти. Самое малость, как говорится. В целом, я думаю, мы почти что разобрались совсем. И несмотря на то, что тут наступают они, мне, в принципе, лень этим заниматься, потому что мы сейчас добьем и Украину, и на этом, в принципе, весь этот альянс упадет. И, я думаю, есть смысл также вот сюда пойти, потому что здесь у нас есть 5% стоимости истребителя. Это приятно. Впадение Киева, но и остается пыль тут. На самом деле, большая часть войск Украины на западе пытается непонятный прорыв сделать. И вот оно. Добили мы все нужные победные поинты. И произошел просто общий кап. Прекрасно для нас. И вот так вот мы неплохо расширились на восток. Сейчас будем заниматься решениями. Кстати говоря, мы можем теперь новые плотины строить. Кстати, это получается гидроэлектростанция не только в наших территориях, но и в новых. То неплохо. Тут появляются какие-то новые решения в скобочках. А, посмотрите, национальные территории. Короче, давайте, смотрите, поджимаем то, что мы уже схватили. То есть... А, это интегрировать в Жоке, это не атаковать. Да, понажимаем кнопочки. Я не уверен, появятся ли у нас кнопки типа Судьбы. Но, наверное, будем оставлять. И потом, наверное, у нас будут риски комиссариата, но это не точно. Теперь мы можем позаниматься, наверное, бенилюксом. Давайте так и сделаем. На всякий случай оставим небольшой гарнизон на российской восточной границе. И у нас, наверное, есть Даня какая-нибудь. Да, есть. Давайте Даней тоже позанимаемся казуальненько. И, ну да, какие-то судьбы вылазят. Блин, давайте... Наверное, в малых границах. Я просто не уверен, тут есть... Смотрите, ну, допустим, Судьба в Финляндии, очевидно, мы выделяем в Финляндии. Ладно, сейчас как буду разбираться. Вот здесь есть вариант создать национал-социалистическую вернику. Лояльно. Это, наверное, просто из-за названия нашей идеологии, да? Или нет? Непонятно. На всякий случай давайте нажмем. Ладно, может быть, это оно. Кто знает, кто знает. Плотины, наверное, стоит Судьба. Да решайте, потом думайте про плотины. У нас, все говоря, появились теперь, по-моему, новые вот здесь вот кнопки, что ли. Давайте сделаем эту большую сначала. А судьбы, да, решаем. И пока что выделяем вот так. Рискомиссариатов никаких у нас как будто нету. В всяком случае давайте доделаем здесь все фокусы. Вдруг у нас тут какие-то потом появятся кнопки, которые мы нажали рано. Хотя, наверное, не должно быть, потому что по логике-то войны там можно начать уже было. Сигнарой, господи, да. Очень жесткая инфраструктура, очень везде. Давайте атакуем Данию, атакуем Лексенбург, Бельгию и Нидерланды. Все из них в Альянсе не состоит, так что не вижу никаких в этом проблем. У нас еще есть решение атаковать Литву, которая является уже нашей маринеткой, забавно. И вот оно, еще одно наше решение доделано. Теперь новости, которым можно доверять, наконец-таки. Правительство на этих новостях же никогда не будет врать, верно? Ну и слава богу. И наши решения готовы. Начинается война. Моментально мы сносим, конечно же, полностью их. Единственное, я, кстати, не уверен в том, что я даду обновить, чтобы днем и ночью все летали точно. Здесь, кстати, часть регионов еще Германии считается. Что логично в мире Кайзерайха, наверное, я спорить не буду. Забираем мы моментально Данию, забираем мы моментально всю, весь мини-люкс, точнее. Вот они и Низерланды с, кстати говоря, флотом, еще замечу, и сост Индии. У нас еще и от Украины там флот, кстати, неплохой вроде как пришел. Да, солидный. И вот от них тоже пришел, прикольно. Вот у нас теперь какой-то просто ультра-гигантский. Больше даже чем нужно. Так, там Копенгаген еще не летят, потому что у нас фронт сломался. Вот Пландри Волония нам тоже копнула. Там видели кучу снаряжения тоже от нее прилетело. Потому что они только его и делали всю игру. И тоже этот флот мы интегрируем в наш новый захваченный. Так, и теперь флот и земли Дании. Прекрасно. Здесь мы можем, кстати говоря, перейти уже, наверное, к удару по коммуне. Получше бы мы аннексию поехали туда. И можем начать интегрировать в эту территорию. Хотя я бы начал уже вступку к нападению на Швейцарию. Давайте-ка туда поедем. Ставляем армию здесь. И тут должны быть укрепления жесткие. Да, так и есть. Здесь где-то девятое. Нужно нам там будет огромное количество... Огромная поддержка, я бы так сказал. Так что направляем все туда. Еще, кстати говоря, из-за интеграции у нас... Это станет национальным. Был очень, во-первых, жесткий, очень жесткий буст по промке. А во-вторых, по мэн пауэру. И несмотря на то, что мы потеряли очень много в войне с той самой Австрией и ее марионетками, мы очень много тут же восстановим буквально. Будет прекрасно. А уже можно деплоить наши первые танковые дивизии. Их тут немало. Они очень-очень страшные. По крайней мере, для нашего противника будут... Единственное, броня у наших танков не такая уж и большая. Но я думаю, без ПТО они все равно не будут пробиваться. А с ПТО, ну как бы, так или иначе тоже будут пробиваться. Я думаю, пофиг примерно. Но посмотрим. Наверное, будет окей. Теперь можно потихоньку перейти на вот такие танки. Поставить сюда наклонную броню. И, собственно говоря, литую броню. У нас уже какое-то количество танков есть. Можно, наверное, перейти на вот такие. И мы обиливаем в Швейцарии. Кстати говоря, даже дивизии почти нету. Что странно, но, допустим, я не против авиации. У нас здесь должна вместить швейцарцев, несмотря на их укрепление. И наши тактические бомберы работают по их укреплениям. Потому что от этого должен быть некий эффект. И еще мы сверху нажмем, я думаю, осадную артиллерию. Потому что, да, это тоже очень сильно пораляет. Атаку. Удар по коммуне. Пришло время дать Франции то, чего она заслуживает. Смерть. Мы пройдем по телам французского народа. Да. Красный колониализм. Давайте-ка с леволиберальными режимами получим КБ. И с перерядного грепа мы пробиваемся. Тут, конечно, сейчас будет в Берне. Где-то греп. Но там уже одна девка без сорги. Она даже не успела воспользоваться этим грепом. Ну и, конечно, мы еще под бафом пока были, было попроще. Конечно, снова его нажимаем, чтобы не терять слишком много здесь людей и снаряжения. Ну, по ощущениям, в Швейцарии все. Да, так и есть. Швейцария захвачена. Можем мы ее начать, пожалуй, интегрировать. Еще и Австрию тоже. Можем начать интегрировать. Отлично. Что-то остается сразу уже на Францию. Пожалуй, идти. Да. Франция уже воюет со Северой Сонтантой. Интернациональ находится, кроме Франции, только Мексика. И Испания, ну и Микроиталия. Ну, как бы, серьезно, это не выглядит страшно. И мы можем при этом попробовать с этих покинуть. Давайте будем пробовать. Что-то странное. Ну, допустим, мы, кстати, можем пригласить Ирландию в Стальпакт. Кстати, можем. Ну и пока Россия не занята там на востоке, давайте наша армия отправляется во Францию. И всю нашу авиацию тоже стоит, наверное, уже распределить по вот этим вот генералам нашим. Ну что ж, начнем мы войну с Францией, но уже, пожалуй, в следующей серии. Так что, ребят, с вами был Дабгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, дискордс. Все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.